Здравствуйте! Перебирала сегодня записи, сделанные по статьям Таракана. Нашла вот такую. Актуально, как никогда, хотя и написано 2,5 года назад. И касается это не только Украины, но и любой другой страны. Поверьте, проверено мной лично. Поехали! Будем жить? Или куда девалась честь украинских мужчин? Статья на Кунте за 23 февраля 2020 года. Голорадский таракан. Всем здравия желаю! Сегодня именно так чаще всего говорят те, кто служил в настоящей армии, кто защищал страну, а не убивал своих сограждан. Вы, друзья мои, настроились на веселый лад? Да. Это с утра надо было писать весело, а к вечеру по определенным причинам веселье все меньше и меньше. Разговаривала я сегодня с одним захысняком, который приперся ко мне прямо к праздничному столу. И знаете, он раскрыл террористическую организацию. Ааа! Вы под видом масленицы празднуете День Советской Армии? Ну и понес про убийство украинцев в 1900-м горбатом году, про голодомор, про незалежность, пока в лоб не получил в буквальном смысле этого слова. Друг у меня после контузии давней, еще афганской, не выносит, когда шумят, выключает репродуктор, как он говорит, сразу и надолго. Оно и понятно. Веса за центнер далеко и кулак с мою голову. Сидит этот самый, ну, сами понимаете, кто. Супли растирает по морде лица и говорит о какой-то там чистой совести, с которой он на Донбассе меня защищал. Мда. Никогда не думал, что чистая совесть – это всего лишь признак плохой памяти. Хорошо устроились мы. Не помню, значит, не стрелял по поселкам и городам. Не помню, значит, не взрывал мосты и водоводы. Сегодня на шестой части планеты мужской праздник. Я не знаю, как он там называется теперь в Казахстане или Киргизии, в Азербайджане или Беларуси, в Таджикистане или Туркмении. Да и не важно это. Мне еще в школьные годы, когда одноклассницы дарили нам мальчишкам ручки, блокноты и всякие другие безделушки, было понятно, что это мужской праздник. Праздник воинов, которые защищали, защищают или будут защищать этих самых девчонок. Через два года. В 2022 году этому празднику исполнится 100 лет. Значит, праздновали его не только наши отцы и мы, но и деды, прадеды и прапрадеды. Трудно даже представить, сколько настоящих мужчин за это время жили и живут на нашей земле. Сколько раз эти мужчины шли на врага в рукопашную, подрывали себя и врагов последней гранатой, держали свой блокпост в одиночку. Нет, не в одиночку, а вместе с погибшими товарищами, которые лежали рядом. То, что сегодня Украина сошла с ума, понятно всем. Да и я сошел с ума. Может не до конца, но... Помните расхожую поговорку о дураках, которым везет? Это про нас. Только вот вторую часть этой поговорки мало кто знает. Только по своей глупости они этого не понимают. Мы, государство Украина, празднуем теперь День защитника 14 октября. Представляю, как удивились некоторые украинцы. Да, именно 14 октября. Знаете почему? Это особенно будет интересно россиянам, зная ваше, в общем-то, прохладное отношение к религии. 14 октября у православных христиан святой праздник покрова Божьей Матери. И праздник этот отмечается на Руси издавна. Для Руси Божья Матерь покровительница и защитница. Вот и пристроились к христианству все эти козыки УПА и прочие защитники. Почему УПА, когда активно сотрудничала с фашистами и выполняла роль карателей и убийц мирного населения, не отмечала своего дня рождения? Не знали эти изверги, что они как-то связаны с Божьей Матерью, когда убивали младенцев, стариков, евреев, коммунистов и учителей. Когда насиловали женщин, тоже не знали. Пять лет, с 1942 по 1947, не знали. А потом вдруг прозрели. Точно так и с козаками получилось. Спросите сейчас у любого подростка на Украине, почему эти самые козаки празднуют свой день казачества 14 октября на Покрова. Сложно, конечно, это будет понять тем, кто учился в нормальной школе. Украинские козаки, в отличие от всех прочих козаков, чувствовали себя сопричастными богоматери-защитницей. Вот так вот. Банды разбойников, а ведь именно так их позиционировали, русские и турки и все прочие народы, сопричастные богоматери. Кого и от кого они защищали? Русь от турок? Тогда почему делали набеги на русские поселения, угоняли в плен русинов и продавали их туркам в рабство? Турцию от русских? Тогда, как понимать, многочисленные походы за зипунами, разграбления турецких городов? Почему эти самые козаки продавали украинцев в рабство в конце концов? Какие же мы все-таки буйно помешанные стали? Это ведь наша вина, моя вина в том, что святой праздник Покрова смешался с днем рождения убийцу пара боторговцев из козаков и днем захысника украинцев от украинцев. Мы сидели за накрытым столом. Мы праздновали наш День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Хорошо сидели, душевно. Вспоминали о службе, почему-то только хорошее и веселое. Вспоминали друзей, пока не пришел этот захысник. И стало нам тошно. Тошно от того, что вот такие вот захысники нас победили. Что это те, кого должны были воспитать мы на замену себе же. Те, кто должен был защищать нашу честь, как когда-то защищали честь своих отцов и дедов мы. Что же остается? Хорошо было дворянам в императорской России. Без чести смывали кровью. Кто-то убивал обидчика или погибал сам на дуэли. Кто-то просто стрелялся. А что делать нам? Вот такой вот праздник. Будем жить? А колорадский таракан. Будем жить? Или куда девалась честь украинских мужчин?